Вчера в рамках чемпионата России по мини-футболу среди любительских коллективов ноябрьская дружина «Газпромнефт» принимала дубль новоуренгойского «Ямала». Соперник является аутсайдером турнира, и поэтому основной вопрос заключался в том, смогут ли хозяева должным образом настроиться на игру. Команда настроилась, мы понимаем, что мы не должны терять очки. Вы же видели, как в Мордовии Санжи сыграла. Казалось бы, все, а 0-2. Поэтому очки нельзя терять. У нас главная цель – стать первыми и поиграть в финальных играх всей России. Впрочем, сама встреча началась достаточно неожиданно. Первая же атака новоуренгуйцев завершилась взятием ворот – 0-1. Но интрига в матче продержалась недолго, каких-то две минуты, после чего «Газпромнефть» начала штамповать голы, словно хорошо отлаженная машина, и мячи в сетку ворот гостей посыпались, как переспелые груши с осеннего дерева. К слову сказать, пять мячей по итогам встречи записал на свой счет нападающий Дмитрий Большаков, который на сегодня возглавляет список бомбардиров нашей подгруппы. Во втором тайме «Газпромнефть» вот уже который раз поменяла вратаря, и Роман Назаренко неплохо вкатился в игру. А ноябрьцы уверенно довели матч до разгромной победы – 11-2. Вообще волнение есть, мандраж сам перед игрой. Потому что тоже в первом году, первый год играем с нашими старшими. Волнение есть, но ничего, справляемся, получается. В игре подсказывают тоже, что как делать, куда пас отдать, куда переместиться. После этой встречи «Газпромнефть» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу зоны «Западная Сибирь», и сейчас ноябрьская дружина – претендент номер один на золотые медали турнира. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok